Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Один украинский военнослужащий погиб в Донецкой области в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом ЮЭТВ рассказал спикер штаба Василий Лабай. По его данным, за минувшие сутки российские наемники шесть раз нарушили условия перемирия. Все огневые провокации зафиксированы днем. В частности, в районе Светлодарска боевики вели минометный огонь по Луганскому. На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82 мм по позициям вокруг Новотроицкого. Здесь же, в провокационных целях, они вели минометный огонь поочередно по нашим опорным пунктам и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска. Новые доказательства участия России в боевых действиях на Донбассе. Служба безопасности Украины обнародовала записи переговоров руководителя российской частной военной компании «Вагнера» Дмитрия Уткина и генерала Вооруженных сил Российской Федерации Евгения Никифорова с позывным «Тамбов». На записях зафиксировано, как стороны обсуждают выдвижение боевиков и военной техники на боевые позиции. По данным спецслужбы, разговор состоялся в январе 2015 года. Давайте лучше вообще догадать часам к семи, потому что раньше, чем рассветет, в принципе, строгаться не будем, потому что у меня танки не могут приехать в темноте. Чтобы не стреляли, не стреляли, они будут выдвигаться на рубеж. Слева в лесопосадке будут стоять танки, БМП, семь танков, пять БМП, два ВТРа, на огневом рубеже, как бы вот так. Я тебя попрошу, проинструктируй, что не получилось так, что кто-то лупанет. Хорошо? В ноябре прошлого года СБУ идентифицировала и обнародовала данные о 150 наемниках из частной военной компании «Вагнера», воевавших на Донбассе. По информации спецслужбы, всего их на оккупированной территории более полутора тысяч. Часть боевиков были завербованы в колониях и совершили тяжкие преступления. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Киев и Донбасс. Завтра, 24 января, побывает на востоке страны, а на следующий день прибудет в столицу. Свои планы он подтвердил голосу Америки. Затем в Дубае Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым. Говорить будут в частности о введении миротворческой миссии на востоке Украины. Урегулирование конфликта Волкер с Сурковым обсуждали в ноябре в Белграде. Тогда российская сторона отвергла 26 из 29 предложений США касательно миротворческой миссии. Курт Волкер посетил Донбасс в июле прошлого года. В частности, в прифронтовой Авдеевке заявил, на Донбассе не замороженный конфликт, а активные военные действия. На аннексированном полуострове российские силовики устроили повторный обыск в доме матери незаконно арестованного крымско-татарского активиста Ерая Куламетова. Как сообщает Крымская Солидарность, визит был связан с предыдущим обыском в доме семьи. Полиция причину не пояснила. Активисты допускают, силовики эмоции матери восприняли как угрозу. 18 января подконтрольной России Кировский райсуд арестовал Куламетова на 10 суток, якобы за публикацию видеоролика в 2012 году. Сейчас он в Белогорском изоляторе временного содержания. Решение о его аресте адвокаты намерены оспорить. Акция от «Футболь диктатора» прошла в Киеве на Майдане незалежности. Участники призвали бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в этом году. Эта акция – часть мировой кампании «Стоп Путин, Стоп Вор». Подобные перформансы уже прошли в Германии, Великобритании, Франции и Испании. Чемпионат мира по футболу 2018 не должен состояться на спортивных площадках страны, которая оккупировала Крым и развязала военные действия на востоке Украины. В этом убеждены участники акции от «Футболь диктатора». Мировое сообщество они призывают бойкотировать состязания, проведение которых запланировано в России этим летом. Ключевая задача – заставить мировое сообщество или бойкотировать на официальном уровне, то есть призвать своих граждан не посещать этот чемпионат вообще, или прибегнуть к негласному бойкоту, то есть когда среди стран участниц чемпионата существует договоренность о том, что болельщики, спортивные функционеры и государственные официальные лица не едут, и футболисты тоже желательно не едут. Подобные акции прошли в Великобритании, Франции, Испании, Германии, Чехии, Австралии и в других странах в рамках мировой кампании «Стоп Путин, Стоп Вор». Сегодня это страна, в которой нарушают все международные нормы. И европейским гражданам там точно не место, это небезопасно. Также европейцы не могут ехать в страну, которая воюет, убивает детей, развязала войну. Это акция международная, всемирная. И в который раз мы вспоминаем о наших военно-пленных, про тех, кто остался в плену. В рамках акции собравшиеся провели перформанс. Каждый участник мог забить пенальти манекену Владимира Путина. В итоге искусственному президенту России показали красную карточку, призвав таким образом убираться с арены мировой политики. Любовь Верещага, Антон Куница, ЮЭй ТВ. Финансирование американского правительства продлили до 8 февраля. Соответствующую резолюцию приняли Сенат и Палата представителей. Документ уже подписал президент США Дональд Трамп. Срок предыдущей резолюции о финансировании истек в ночь на субботу. До вечера понедельника в США не работала часть госучреждений. Демократическая и республиканская партии не могут договориться о бюджете на 2018 год из-за отмены Дональдом Трампом программы, которая позволяет детям и мигрантов получать легальный статус в США. Экс-лидера Каталонии Карлоса Пучдемона выдвинули к кандидатам на должность главы регионального правительства. Об этом заявил спикер парламента Роджер Торрент. После выборов 21 декабря большинство в парламенте принадлежит партиям, выступающим за независимость. Они поддерживают кандидатуру Пучдемона. Бывший лидер автономии после референдума о независимости уехал в Брюссель. Официальный Мадрид обвиняет его в мятеже и растрате госсредств. Возвращаться в Испанию экс-чиновник пока не планирует. Лидер партии граждане, поддерживающий единство Испании, пообещала не допустить назначения Пучдемона на должность лидера регионального правительства. Кандидат, которого поддерживает большинство, это Карлос Пучдемон. Я выдвину его кандидатуру на пост главы каталонского правительства. Я знаю о его правовом статусе в Испании, но также знаю, он имеет полное право быть кандидатом на эту должность. Мы не можем позволить человеку, скрывающемуся от правосудия в другой стране, стать президентом Каталонии. Карлос Пучдемон не может предложить каталонцам ничего, кроме шоу в СМИ. Он не способен представлять интересы всех жителей региона и не может быть лидером автономии. Двое людей получили травмы. Один пропал без вести из-за извержения вулкана в Японии. Это произошло неподалеку от городка Кусацию на горнолыжном курорте. В результате из-за извержения сошла лавина. Также из вулкана разлетелись камни на несколько сотен метров. Украинская психологическая драма «Стримголов» получила приз зрительских симпатий на французском кинофестивале «Премьер Плен Данжер». Об этом в фейсбуке написала режиссер ленты Марина Степанская. Победители в этой номинации получают поддержку проката во Франции 20 тысяч евро, на промо 35 тысяч евро на дистрибуцию. Денежное вознаграждение для режиссера – полторы тысячи евро. «Стримголов» дебютная киноработа Марины Степанской. Событие фильма развивается в современном Киеве. 27-летний музыкант Антон возвращается с обучения в Швейцарии в родную страну. В Киеве его ждет множество проблем. Ему нужно построить свою жизнь заново. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮЭй-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова